Всем привет! Сегодня будем звонить по холодным звонкам. Это такой телемаркетинг, это самый неблагодарный способ, наверное, потому что лучше рекомендации, но я, к сожалению, не подготовил рекомендации, можно сказать, что чуть-чуть не доработал. Но ничего, рекомендую разогреться, рекомендую сделать пару звонков близким, может быть, тем людям, которым вы уже встречались, на вторую встречу договориться, может быть, подтвердить какую-то встречу, а потом уже делать такие самые сложные звонки. То есть вы немножко разговоритесь, немножко будете в струе. Я откуда взял номера? Вот только буквально за 15 минут я открыл LX. У меня здесь есть куча народу, которым, я думаю, можно предложить наш бизнес. Это люди, которые что-то продают, какие-то похожие продукты, предлагают какие-то услуги, работу и так далее. Собственно, будем набирать. Я не готовил какой-то шаблон, то есть это будет просто, скажем так, от себя. В принципе, можем начать. Первое. Вот здесь кто-то продает Herbalife-продукции, протеиновые коктейли, алоэ, чай. Как правило, ребята с Herbalife очень часто закрыты, ну, по крайней мере, у меня такие попадались. Ну, сейчас попробуем. Алло. Алло, Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Меня живет Сергей, я живу ваше объявление наше. Пришел на LX. Я так понимаю, вы продаете протеиновые коктейли. Алоэ, чай. Татьяна, смотрите, я, собственно, по какому вопросу звоню. Я сам предприниматель, и мы сейчас в Германии привозим тоже продукты, похожие на ваши, и ищем людей для продвижения нашего бренда. Скажите, а вы какие-то рассматриваете или спят приложения деловые? Нет, только вы, только вот занимайтесь своими, и больше ничего не интересует. Да. Хорошо, я вас услышал. Тогда вам всего доброго, хороших продаж. До свидания. Ну, на нет и суда нет, как говорится. Так, есть у нас продавец-консультант. Что-то он непонятно предлагает. Какую-то базу, что-то кому-то звонить. Какая нам разница, правильно? Ноль. Натя. Натя. Алло. Алло, Настя. Да. Добрый день, меня зовут Сергей, и я ваше объявление вот сейчас считаю на LX. Какое имя, да? Вы здесь продавец-консультант, я так понимаю, вы какую-то работу предлагаете? А, да. Настя, смотрите, по этому вопросу звоню, мне, в принципе, работа не нужна, я предприниматель, и я, наоборот, ищу людей, с которыми мы можем здесь, в Брест, в том числе, развить бизнес. Скажите, вы каким-то деловым предложением открыты? Можете выслушать меня? Я расскажу, я очень много слышала. А можно пару вопросов, сначала вам задам. Вы продаете какие-то товары, да, правильно я понимаю? Да, я продаю, например, как базу, а в этих базах нет такая база. Там как, например, не надо продавать здесь, что вы, как вещи, там нет такие товары, но в детстве, там мужские, в любом случае, в любом случае, в любом случае. А, то есть вы просто продаете базу, которую вы где-то собрали, я правильно понял, да? Да. Ага, понятно. То есть, скорее всего, у вас есть какая-то программа, которая где-то в соцсетях собирает базы, да? Ваш. Угу, все, я понял. То есть, это не ваш бизнес, и вы, в принципе, в этом опыт они имеете? Ну, я только начала в ману предотвращаться. Я, как бы, базу купила, и, ну, вот, начала заниматься такими, как, вещами, и не только продаете, только базу. Ага, все. Я, знаешь, может быть, чуть-чуть неправильно понял. Смотрите, Настя, я работаю с немецким производителем, у нас более 800 номинований товаров. В Украине недавно, вот, но есть хороший курс, нам держат курс в районе 14 гривен, поэтому очень конкурентные. Собственно, сейчас ищем людей, с которыми мы сможем это дело продвинуть, у нас не прямо штабировать по всей Украине, ну, и не только. Ну, вот, собственно, так. Я, как бы, увидел какое-то предпринимательское, наверное, мышление в вашем, в этом самом, в вашем объявлении, и решил позвонить. Поэтому, если открытый, предлагаю встретиться, пообщаться, ну, может быть, и посотрудничаем, почему бы и нет. А что там у меня товары? У нас товары ежедневного спроса, более 800 номинований, это то, чем пользуется каждый человек, и это очень здорово, потому что люди покупают снова и снова, товары нравятся. Вот так. Ну, у нас есть и парфюмерия, у нас есть и товары, продукты питания, у нас есть и косметика. Ну, каждый для себя что-то выбирает, что им больше нравится. Ну, мы этим пользуемся уже, поэтому хороший результат. Как вы смотрите? Вы, я слышу, вы в днепреживете, правильно я понимаю? Да, да, я в днепреживаю. Давайте как-нибудь встретимся. Как вам такая мысль? А в каком районе вы живете? Ну, я вообще живу на Левом Береме. Ой, и я на Левом. На Правде. И я на Правде. О, прекрасно. А все их строят. Я живу, на самом деле, на Тепличной, это юбилейный, в конце Правды. Но у меня родители живут на Богдана, Ахмельницкого. Да, я на Новодонской живу, в Орехе театра Правда. Ой, так замечательно, мы можем прямо в кинотеатре выпить кофе. Ну, прекрасно. Нормально? Если до 5-6 буду на работе, ну, может, ну, где-то, где-то до 6-ти, где-то около 7-м буду дома. Хотите, где-то такое время встретить? Давайте нормально, без проблем, я подъеду. 7 часов, то есть, да, в Правде? Ну, да, давайте где-то около 7-ми на Правде. Хорошо, если вдруг что-то поменяется, предупредите, пожалуйста, заранее, хорошо? А то я просто буду там с ребенком. Я приду без ребенка, но с ребенком буду в Дом. Все, Настя, договорились, когда до вечера? Ну, как-то так. Это нельзя назвать шаблоном, да, то есть, мне кажется, что, ну, вот если проанализировать, что с этой девочкой сработало. Вы можете, кстати, кто-то включиться, если хотите, пока мы никому не звоним. Первое, сработало, что я не стал ей в лоб предлагать, то есть, я задал ей несколько вопросов. Почему это хорошо, когда не вы рассказываете, а когда вы задаете вопросы, я думаю, вы понимаете, да, кто ведет разговор, кто задает вопросы, тот ведет разговор, да, то есть, это уже было такого своего рода собеседование. Это здорово, то есть, я задал пару вопросов, я как бы ее немножко понизил, ее рейтинг, да, потому что думал, что она предпринимательная, а на самом деле она ходит на работу. Вот. И я вам скажу, таких большинство, на самом деле, тех людей, которые ходят на работу и зарабатывают зачастую небольшие деньги, но когда ты им звонишь и начинаешь распинаться, что у тебя там предложение, они просто говорят, нет, мне это неинтересно. Вот, поэтому классно, если у вас есть возможность позадавать вопросы и такую позицию выбрать, ну, дающую, а не просящую. Вот, ну, а второе, ну, может быть, и действительно в данный момент интересно. Я думаю, это самое главное, не то, что интересно, она открыта. Вот и все. Сейчас я тебе быстренько запишу, чтобы не забыть, сейчас, ребят, секундочку. Если кто-то хочет сделать звонок, включайтесь. Так, Настя. Так, окей, тогда поехали дальше. Пока у нас 1-1. Так, а здесь вот некая Надежда Владимировна предлагает какой-то эксперт лифтинг, ампулы, что-то такое очень умное и, наверное, нужное. Эксперт-сыворотка для обновления моделирования контуров лица и шеи. Пообщаемся. Так, ладно. Паша, наверное, не выключил микрофон. Из-за этого у нас мы видим его картинку, анимею. Сейчас придется мне его отключить. Вернее, не выключил камеру. Сделаем вот так. Так. Чего? Пойдем дальше. Странно, что-то застыло. Недозвон. Есть какое-то объявление. Оптовая компания приглашает сотрудничество инициативных людей. Продвигается какую-то продукцию. Я думаю, вообще как бы не наша целевая аудитория. Но давайте попробуем, что потренируем. Продолжение следует... Снова недозвон. Сейчас я запишу себя, потому что эти люди зачастую перезванивают. И потом надо будет поднимать мишек. Так, поехали дальше. Набираем номер. Любовь Александровна. Любовь Александровна продает какую-то босс-велию плюс. Это то, что нужно для опорно-пределительного аппарата. По-моему, сбросило. Что-то я не понял. Ну, первоось. Я думаю, не стоит наяривать. На 117 сейчас напишу. Скорее всего, она перезвонит. Кстати, что вы делаете, когда вам люди перезванивают? А вы не знаете, кто это? Поделитесь, вот там, включайтесь. Вот она перезванивает. Алло. Алло, вы набирали? Да, добрый день. Любовь Александровна, правильно? Да, 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 да. Меня зовут Сергей. Я вот наулык нашел ваше объявление. Любовь Александровна, я так понимаю, что вы продаете какие-то товары, связанные со здоровьем, да? Да, да, да. Да, нечто такое. Смотрите, по какому вопросу я, собственно, вам звоню? Я сам предприниматель, и мы работаем с немецкими товарами. И у нас есть похожие сходные товары, и, собственно, еще специалистов в Днепропетровске. Ну, поизвините, мне ваше положение не интересно. То есть вы, в принципе, не рассматриваете ничего? Да, в принципе, нет, не рассматриваю. Ага, потому что вы так говорите, ваше вы же еще ничего не знаете. Я понял, тогда вам хороших продаж. Ну, бывает, люди, как бы, закрыты, и что? Тут, как бы, на нет и сюда нет. Давайте позвоним. Ага, позвонить нельзя. Папа! Наверное, людей достали. Номер не будет. Так, попробуем еще. Какая-то Екатерина Ламбре. Так, Екатерина предлагает стать консультантом Ламбре. Есть такая компания. Спросим мы у них в основном. Алло. Да. Екатерина. Да. Екатерина, меня зовут Сергей. Я вот сейчас считаю ваше объявление на ЛХ. Я так понимаю, что вы занимаетесь продажей парфюмерии, да, Ламбре, это парфюмерия? Да, и косметика. И косметика тоже. Здорово. Екатерина, я сам предприниматель, и, в принципе, ищу людей, которые занимаются чем-то подобным. Мы работаем с немецким производителем, и нам сейчас нужны люди, наверное, такие, как вы. А подскажите, вы рассматриваете для себя какие-то предложения? Нет? Да. То есть, в принципе, вас все устраивает, да? Да. А скажите так в двух словах, я просто не очень знаю. У вас есть и косметика, и парфюмерия, да, а какая ценовая, примерно, политика, что... Ну, сколько стоит 50 миллилитров парфюма выпустили? Ну, смотрите, 50 миллилитров стоит 400, сейчас 30. 430 гривен, это розничную цену вы мне называете, да? Да. 430, это, ну, как бы все в одну цену, или в разную? Ну, у вас есть номерная коллекция, есть авторские ароматы. Авторские ароматы сколько стоят? 700. Ага, они подороже. В этом, да. Это парфюмированная вода, или туалетная? Парфюмированная. Парфюмированная. А вы где-то в Днепропетровске, у вас есть офис, да, или вы через интернет заказываете? Нет, я, у вас есть тот же, но там сидит мой спонсор. Ага, ваш спонсор. То есть, это у вас сетевая компания, да, или прямые продажи у вас? Да, сетевая. Ну, вы доставку получаете с Киева, или тут в Днепре есть центральное, скажем так, отделение, где можно походить? Нет, есть отделение, где можно заказать. А вы давно уже на рынке, да, потому что я когда-то слышал про Ламбре, ну, как-то вот... Да, уже доставлю. Ну, в... О, так уже много лет. Екатерина, а вы, я так понимаю, строите сеть там, да, если вы не рассматриваете ничего? Можно и прямые продажи и есть. Ну, в принципе, для кого что подходит больше, но вообще на сетевая компания. Ну, это, я так понял, не основной ваш, да, заработок, то есть, скорее всего, просто дополнительный? Да, это подроботка просто. Я понял. Екатерина, а вы знаете про ЛР? Сначала, но мне это не интересует. Ага, все, я понял. Хорошо, Екатерина, приятно было с вами пообщаться. Вам хороших продаж, хороших товарооборотов. Да, всего доброго. Ну, надо было, конечно, с ней задружиться где-нибудь в соцсетях. Ну, ладно. Еще с пицциками. Это мы еще сделаем. Если кто-то готов сделать звоночки, ребят, включайтесь. Сделайте, назначайте встречи. Девочку еще оставим. Я думаю, что я их чуть позже наберу. Попробую набрать маму в декрете. Крутой компании. Очень известным методом работы экспресс-карьер. Вы знаете, о чем я говорю. Как правило, девочки в Space Flame, которые будут в экспресс-карьере, они немножко хамовиты. У кого-то есть микрофон включен, выключайте. Так, ну, если они работают в интернете, это значит, что телефон у них не работает. Не повезло, Татьяне, придется дальше работать в экспресс-карьере. Так, попробуем девочке с Морикей позвонить. Хорошая компания. Они молодцы, трудяшки. Нужно делать личный оборот постоянно. Есть такая штука, как минимальный заказ у них. Именно. И это очень неудобно, как для потребителя. Алло, Инна, добрый день. Добрый день. Меня зовут Сергей, я вот ваше объявление читаю на ОЛХ. Я так понимаю, вы продаете продукцию Мэри Кэй. Да, есть такая девочка. А, Инна, смотрите, я, ну, мне не нужна ваша продукция, к сожалению, потому что... А, хотя у вас есть и мужская, да, точно, я знаю, что у вас там девочки-консультанты. Инна, я сам предприниматель, и мне нужны люди с опытом продаж, и в том числе и косметики. Скажите, а вы какое-то для себя рассматриваете какие-то предложения? Мне это неинтересно, потому что я в хорошем статусе в компании Мэри Кэй, и кроме того, тоже уже подтянута так, что уже дальше никуда на себя принимать. Ага, все, я понял. То есть Мэри Кэй это ваше основное, да, у вас своя сеть? Да, 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 у меня зарплата в Мэри Кэй. Все, я понял. А если не секрет, в Мэри Кэй, какие деньги людям платят, вы говорите, зарплаты? Хорошие деньги. Ну, хорошие для каждого. 25 тысяч гривен зарплата. 25 тысяч гривен зарплата. Это у вас 25 тысяч гривен зарплата, да? Да, да. А сколько времени нужно было, чтобы выйти на этот уровень? Я уже в том, в 15, в 18, в 18, в 18, в 18, в 18, в 18 у меня, что у меня время не... Ну, все нормально, я фигу. У меня очень удобно сейчас разговаривать. Ой, ну извините, я просто как бы на будущее, чтобы понимать, за сколько лет люди выходят на этот уровень, чтобы понимать, что я могу предложить. Я могу тебе через эту компанию. А вы больше 10 лет в компании, да? Все хорошо, Инна. Давайте я как-нибудь вас по свободе еще наберу, интересно будет задать вам пару вопросов. Хорошо. Все, спасибо. До свидания. Ну, вы слышали, хороший статус. Мне жалко, кто-то пишет. Больше 10 лет. Да, у нас на самом деле в ЛР есть примеры людей, которые также были больше 10 лет в... Сереж, я пишу, что мне ее жалко. А 10 лет, ну, как бы я же понимаю, что сейчас у многих там, у морякей, именно, знаешь, вот они говорят, у нас все круто, все классно, но 10 лет, я говорю, куда вы зовете? На 5 тысяч гривен, ну, такое. Да, Натя, вот как раз тебе знать, как никому другому. Да. Но я все-таки запишу, я думаю... Ты, да, перезвони. А лучше, может, Вика, знаешь, там, поделитесь. Хотя, не факт. Может, наоборот, кидался. Да, если она там закрыта, то ничего не здесь. Так, 10 лет, 25 тысяч. Ну, я думаю, 25 это максимум было. Окей, поехали дальше. Спасибо, Надь, за советы. Так, есть у нас еще один Herbalife. Попробуем еще одну попытку. Я здесь не буду предлагать бизнес. Ну, как, я буду предлагать бизнес, но через продукт я прикинусь таким, ну, дурачком. Не знаю, что такое сетевой. Алло, Наталья? Да. Наталья, добрый день. Меня Сергей зовут. Я вот ваше объявление на АЛХ нашел. Да. Есть минутка, да, я вас не откликаю? Хорошо. Наталья, смотрите, я вижу, вы продаете продукты какие-то связанные со здоровьем, протеиновый коктейль, и, я так понимаю, у вас есть и другие, да? Да, это у вас просто одна баночка, да, залежалась, и вы ее решили продать. Так, то есть вы не связаны с продажей, да? Нет, нет, нет. А, Наталья, а если не секрет, чем тогда вы занимаетесь? Сейчас, в работе. А, понятно. Наталья, а вас не интересует дополнительный заработок в своей работе? Нет, 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 нет. Все, ладно, Наталья, тогда вам хорошего дня. Извините, что потревожил. Ой, как-то по голосу сразу слышно, что не кандидат. Даже... Типец, не... Так, это что-то... Так, ладно, закрываем это объявление. Оказалось, просто баночка, которую они хотели куда-то сбагрить. Шведская косметика... Ага, телефона нет, понятно. Люди боятся. Люди прячутся за монитором, потому что они боятся позвонить. Так, позвоним еще одним ребятам. Скорее всего, выходцами оттуда же. Но работают с украинским патриотичным продуктом. Называется Джерелья. Так. Набираем, зовут София. На данный момент абонент не может принять рожденок. Ладно. О, ребят, осталось 10 минут. Надо же, как быстро время летит. Давайте кто-то включаетесь, звоните. Так, у меня есть один Александр, но у меня такое ощущение, что я куда-то ему звонил. Вернее, вот буквально на прошлом неделе. Может и нет. Так, когда-то я ему звонил. Оказывается, он меняет в принтерах. Что-то там в принтере, короче, меняет. Он мне подписан. Давайте еще разок наберу. На дурачках. Прикинуть, что я ему не звонил. Это было давно. Алло, Александр, добрый день. Добрый день. Меня зовут Сергей. Я вот ваше объявление читаю на OLX. Вы, я так понимаю, вы работаете с Forever Living Products, да? То есть это компания прямых продаж, правильно? Ну, это не Александр. Он за границей, сейчас я его заменяю. Я сейчас с Forever Living Products. Ага, я понял. Александр, а когда он будет? У меня просто есть предложение. Да, я его владимир, потому что неизвестно, что он там вообще. А, то есть он ехал туда на постоянное, да, место? Непонятно еще. Я проще, как знаю там. Все, я понял. А вы чем занимаетесь? Не секрет. То есть вы вместе с Александром, ну, наверное, чем-то другим. Нет, я только занимаюсь. Ага, все, понятно. Ладно, хорошо, спасибо большое. До свидания. Не стал предлагать этому парню дополнительный доход, потому что я, в принципе, был когда-то у них, чинил у них, изоправлял, короче, чинил у них картридж на принтер. Вот, я видел этих ребят, поэтому, короче, не хочу я таких бизнес. Так, поехали дальше. Есть какая-то Татьяна, которая продает Energy Diet, и, по-моему, она у нас подписана в другой, да. Так. Есть какая-то Татьяна, консультирует по фитопрепаратам. Интересно. Ага, нет, 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 это мы ей уже звонили. Так, ладно, давайте я попробую, если успею, еще один звоночек какой-то сделать, не CLX, а какой-то другой. Так, у меня есть список людей, которые когда-то мне дали рекомендацию. Люди, которые работают где-то. Где-то работают. Сейчас попробую набрать. Так, Езина Семеновна. Уже ко мне Тимофеевым пучится. Так, ой, я потерял, потерял. Так, давайте не Ирину, а другую, потому что Ирина пользуется. У нас уже подписан. Вот так. Это у нас Наталья. Алло. Алло, Наталья, добрый день. Добрый день. Наталья, меня зовут Сергей, и мы с вами лично, скорее всего, не знакомы, но у нас есть общая знакомая Ирина. Я так понимаю, вы когда-то вместе с ней работали. Вот. Наталья, есть у вас минутка, да, я могу с вами пообщаться? Это я не спросил. Ну, говорите. Наталья, смотрите, я сам предприниматель, и мы работаем с немецкими, скажем так, товарами. И здесь в Кипре сейчас масштабируем бизнес. Нужны люди, которые имеют опыт общения с людьми. Имеют опыт, может быть, ведения бизнеса, или есть хорошие базы контактов. Собственно, звоню узнать, вы рассматриваете какие-то деловые предложения для себя. Ну, помимо вашей работы, естественно. Свободное от работы время, если как можно сказать. Какого характера? Ну, смотрите, для начала предлагаю встретиться, пообщаться. Я вам все покажу. Напомню. Мне скажите, чтобы я захожу и имела представление, что я писаю. Что вам сказать? Мы работаем с немцами, с немецким производителем. У нас 800 номиновальные продукции. Курс евро у нас 14. Все с Германией. Есть возможность машина. Работа в чем заключается? Какое интересное? Создание товарооборота, общение с людьми, заключение договоров. Ну, может... Нет, мне неинтересно, как бы это вообще нет. А какую вы работу бы хотели? Я просто не нанимаю людей на работу. Я ищу предпринимателей, которые будут сами, скажем так, своей головой думать, как они будут делать товарооборота. Я не предприниматель. Я же рассказываю служащие. То есть, если бы я вам предложил работу на какую-то ставку, допустим, там, ну, определенную, то, возможно, вам это было бы интересно, да? Нет, мне вообще неинтересно предложение работы. Хорошо, я вас услышал. Тогда не смею вас задерживать. Хорошего дня вам. Ох уж эти госслужащие. Знаете, когда человек ищет возможность, он ищет возможность. Но когда он ищет отговорки, причины, иногда стоит сказать нет первому. Так, это у нас было... Вот это у нас нет. Сейчас позвоню еще кому-нибудь. Так, они сидят рядом. Когда-то я звонил какой-то женщине, она сказала, что позже. Алло, 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 добрый день. Добрый день. Меня зовут Сергей. Как-то я вам звонил. У меня записано в ежедневнике перезвонить позже. Наверное, вам неудобно было говорить. Я не помню, о чем вы даже говорите. У меня звонит Сергей, и в ежедневнике перезвонить позже. Еще раз. Я говорю, что нам не получилось пообщаться, и записано позвонить позже. Вот сейчас звоню, спросите, у вас есть минутка, да, там, может, две. Пообщаться удобно вам? А, у них 13 на спектакле, это участки люди, хорошо? А, окей, хорошо, да, наберу вас. Это не грамм, это не грамм. Вот в некоторых случаях все-таки нужно спрашивать, удобно говорить или нет. Но я не люблю эту позицию, потому что, когда ты спрашиваешь, удобно, они начинают рассказывать, а кто ты такой, а что ты хочешь. И только тогда я скажу, удобно ли мне говорить, да, и эту твою позицию ставит, ну, скажем так, неправильно. Окей, я так понял, что они сейчас все работают. Таким людям звонить мы не будем. Возьмем другой список. Есть у меня другой список. Попробуем набрать вот отсюда. Так, кто-то мне тут пытался звонить. Может, кому-то я не дозвонился. Ага, да, это Елена. Которая оптовая, короче, косметикой занимается. Оптовой поставки. Ага, Елена работает, звонит. Окей. Наберем. Наберем кого-то другого. Юлия у нас есть. Юлия. Так, ребят, я не понял, что никто не звонит. А ну-ка, включайтесь. Кто готов звонить? Осталась минута. Не буду набирать. Хочу закончить. Ребят, давайте подведем итог. Сколько я звонков сделал? Я, честно говоря, сейчас быстро посчитать не могу. Ну, порядка там шести, наверное, семи. Одна только встреча по факту назначена на сегодня. Есть люди, которым я, возможно, позже перезвоню. То есть, вот девочка с Мари Кей. Корее всего, может быть, даже Вика перезвонит. Что хочу сказать. Блин, надо звонить. Люди, которые ищут, их полно. Они открыты, они готовы. Вот, собственно, звонит, я так понимаю, где Лена. Да, большинство приветствует. Алло. Алло, добрый день.